привет всем и снова добро пожаловать ко мне на самостройку в этом году февраль месяц морозный снежный температурные качели поэтому я всего-навсего успел поставить окна на первом этаже прошлый раз мы поставили 4 окна после этого разок я приезжал поставил еще два последних поставил пару подоконников пару отливов заработал простуду и все больше здесь не появлялся февраль подходит концу у нас потепление я приехал на стройку и уже прям чувствуется такой запах предстоящей весны поэтому ну в принципе можно уже поздравить ждунов самостройщиков которые прошлом году уже начали строительство сидят всю зиму ждут скорее бы весна поздравить с наступлением весны с наступлением нового строительного сезона на начало весны планы такие первым делом заканчиваю с полами на первом этаже половина первого этажа насильно гидроизоляция и ппс то же самое делаю на второй половине дальше раскатываю трубы теплого пола по ходу дела скорее всего уже заведу газ вешаю котел подсоединяю трубы теплого пола проверяю и заливаю стяжкой все это примерно на март месяц много планов но посмотрим как оно пойдет как только устанавливается плюсовая температура стабильная днем и ночью сразу же падаю на облицовку и стараюсь до конца июня ну как бы да по практике прошлого года до начала конкретной жары жары закончить с облицовкой ну вот так вот друзья да как обычно на начало сезона мы вот такие грандиозные планы загадываем но если как минимум половину сделаем это уже хорошо сегодня заканчиваем с окнами осталось поставить пару отливов пару подоконников покажу как я это делаю ну и после навожу порядок на первом этаже подготавливаю к полы к настилу гидроизоляции и и ппс что имеем вот такой отлив вот такая конфигурация свет коричневый ширина 150 миллиметров на оцинкованный вот такой подоконник кто-то в комментариях по прошлом видео спрашивал почему такие обычные простые подоконники дело в том что по плану вообще поставить деревянные подоконники сделать планирую их сам из массива но когда это произойдет когда у меня руки дотянутся неизвестно же с тем более сейчас такая нестабильная стала поэтому купил недорогие подоконники поставил ну а потом уже как придет время возможности поменяю на деревянные отливы буду устанавливать вот с этим вот а подвы подвертом на откосы и с выпуском на стены с цветными отливами есть интересный момент который мне объяснили в конторе где это все заказывал не знаю может быть это касается конкретно моего случая но вот мне объяснили следующее что вот есть классические заводские цвета это белый коричневый еще там пару цветов а есть цвета на заказ то есть есть огромное количество цветов которые можно окрасить отлив но нет некоторые из них классические заводские остальные под заказ так вот вот эти классические подходят для того случая когда мы делаем загибы на краях а те которые на заказ не подходят потому как вот это покрытие в местах загиба будет трескаться и слушаться вот опять же говорю может быть это касается конкретно моего случая конкретной конторы где это все заказывал но вот такое вот было объяснение плюс к этому цвета которые идут на заказ они дороже чем классические ну что ж начну с того что посложнее с отливов посложнее потому что придется работать на улице а там пока что еще не очень комфортно пока выглядывает солнце собираю все необходимое пью горячий чай ну и начнем для того чтобы смонтировать отлив загибами на откосы я его заказывал на 10 сантиметров больше чем ширина оконного проема по 5 сантиметров на каждую сторону для загиба замеряя расстояние оконного проема в районе кирпичной кладки и расстояние от фаза в оконном профиле до края облицовки переношу размеры на отлив делаю разметку и делаю надрезы ножницами по металлу но имея уже достаточно большой опыт самостройщика прежде чем работать ножницами по металлу на единственном отливе я еще раз иду к оконному проему снимаю размеры сверяю с разметкой на отливе и убедившись что все совпадает начиная работать ножницами сделав надрезы удаляю лишние кусочки на отливе с той стороны которая будет вставляться в оконный профиль далее делаю загибы загибы делаю при помощи ровно отрезанные доски и резиновой киянки кладу отлив на доску и киянкой потихоньку подстукиваю сделав загибы делаю примерочную установку отлива вставляю в паз в оконном профиле вставляю в выпуске вкладочный шов облицовки и карандашом делаю отметки на загибах местах где нужно отрезать лишнее снимаю отлив отрезаю торчащие уголочки основание зачищаю и покрываю грунт праймером на отливе резанные места крашу нитрокраской из баллончика и пока грунт и краска сохнут иду на следующее окно и делаю то же самое на этом окне в нижней части облицовки есть такой приличный скол во время кладки упал кирпич было очень неприятно но к счастью отлив это место удачно закрывает подготовив второй отлив возвращаюсь предыдущему под отлив пойдет гидроизоляционная лента отрезаю ее в размер и наклеиваю одна сторона ленты клеится к подставочному профилю оконной рамы вторая к основанию таким образом гидроизоляционная лента будет защищать пенный шов от попадания влаги загибы на отливе необходимо прикрепить к облицовочному кирпичу делаю это в двух местах сначала делаю разметку в местах будущих отверстий сверлом по металлу потом на буре по бетону делаю ограничение на длину дюпеля сверлю отверстие и забиваю два дюпель гвоздя на каждую сторону и последнее что осталось сделать поставить груз на отлив ближе к его краю ну и собственно все готово ну вот поставил отливы сейчас немного погреюсь чайком и займемся последними подоконниками пока греюсь хочу рассказать вам один интересный момент который со мной вот случился может быть вам при общении с монтажниками окон пригодится смотрите на изначально я планировал вообще обратиться к профессиональным установщикам окон то есть я нашел контору в городе которая уже много лет у нас работает имеет хорошую репутацию обратился туда с надеждой что ну конечно же мне сделают хорошие окна и качественно их поставят как бы сделать себе немного отдых после вот этого двадцатого года изнуряющего сезона плюс вот это вот коронавирус и вся эта фигня думал ну надо отдохнуть обращусь нормальную контуру поставят окна ну так вот как вы поняли пришлось мне в итоге отказаться после того как я пару раз пообщался сначала а замерщиком потом с установщиками ну так вот смотрите первый был момент пришел замерщик еще в самом начале а замерял окна я ему сразу сообщил что окна будем устанавливать с использованием ленты псу он мне на это прям так безапелляционно сказал нет лента псу не подойдет оставить мы ее не будем на мой вопрос а почему он объяснил что у тебя слишком маленькие четверти а у меня до четверть полтора сантиметра но так вот маленький четверти псу если мы его туда поставим когда он начнет расширяться он будет вылазить его будет крутить вертеть переворачивать и это будет в конце концов выглядеть как как вот монтажная пена когда она вот так вот вылазить пузырями до торчит вот это был первый момент в чем тут дело дело в том что как бы если бы я это сам не занимался то возможно я бы ему поверить поверил и в конце концов бы получилось так что окном бы мне поставили не так как это надо и как мне это нужно да по-хорошему а так это как это удобно монтажникам дело в том что лента псу она бывает разной конфигурации разных размеров то есть разной ширины и разной степени расширения и эту ленту псу можно подобрать под абсолютно любой случай под мой случай под мою четверть полтора сантиметра под другую там четверть под еще что-то вы смотрите я когда ставил входные двери там под наличник я покупал псу шириной 2 сантиметра и степень расширения не было до 5 сантиметров до вот такой вот размер туда она отлично подошла в мои четверти полтора сантиметра естественно такой псу не подойдет и произойдет тоже 100 что он как раз объяснял и это объясняет то что скорее всего они работают только вот этим сулом и или нету желания заморачиваться искать подходящий для моего случая ну или или вообще нет никакого желания пофигу короче говоря ему проще сказать наверное что нет не подойдет мы ставить не будем то с таким вот профессиональным сознанием дела ну так вот вот псу я его нашел полтора сантиметра ширина как раз на ширину моей четверти и степень расширения до одного сантиметра небольшая степень расширения и вот такой вот друзья конечный результат это был первый момент ну а второй момент довольно там вообще все просто было когда дошло дело до монтажников монтажники мне позвонили сказали вы знаете оказывается вы тут хотите ставить окна по госту с лентами пароизоляционными гидроизоляционными с лентой псул мы так сделать не сможем потому как в зимний период мы это сделать не сможем и вообще как бы видимо свое оправдание не сказали что никто этого сделать не сможет ну вот раз нет так нет пришлось делать как всегда самому чтобы это было хорошо и качественно то есть друзья ну не знаю вот такая вот блин как я говорил блин много лет работают хорошая контора то есть но окна и оставил ну все замечательно то есть к окнам вообще претензий нет но вот монтажники у них какие-то но не знаю ребята такие то есть они я думаю прекрасно знают ну то есть они объяснили тем что не отапливаемое помещение и не получится потому что холодно так и пленки псу не наклеится на рамы но ребята да то есть замерщик приходил видел что у меня здесь все закрыто окнами окна закрытой пленки переходы то есть все комнаты отсечены второй этаж отсечен приноси ставь большую хорошую дать и по газовую тепловую пушку нагревай рамы и клей все что угодно на них не устанавливай да там допустим как к откосам может быть да там если холодно плохо будет клеиться но я наклеил вообще без проблем все это держится но можно было к откосам не клеить пленку пленку главное наклеить на окна и поставить их потому что потом ее клеить туда вообще не получится так когда запенится все это дело когда потеплело бы я бы ее сам наклеил но они вообще отказались нету индивидуального подхода при том что я заказывал не два вот аж аж запершила при том что я при том что я заказывал не два окна а 12 я думаю что как бы но какой-то индивидуальный подход должен был быть но получилось как получилось вот такие вот дела вот имейте ввиду что псу можно подобрать под любой вариант под любой конкретный случай и не надо слушать людей которые будут говорить вам что нет не подойдет не получится будем делать абы как поставим на пену без сула без пленок и будет ништяк главное чтобы вы вовремя заплатили и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Не знаю, друзья, смотрел я это дело, думал, прикидывал, но мне вот так вот больше нравится. То же самое касается и отливов. Ну и все, друзья, последнее, что осталось рассказать по окнам, технические характеристики. Ну и все, закрываем эту тему. Окна, профиль, отечественный производитель, брусбокс, толщина профиля 7 сантиметров, пятикамерный. Тройной стеклопакет, давайте ближе покажу. Тройной стеклопакет с энергосбережением. Кстати, вот эти вот наклейки, ну то есть говорят о том, что окна с энергосберегающим стеклопакет и они указывают ту сторону, которой нужно ставить стеклопакет наклейками внутрь, чтобы монтажники не перепутали. Вот это вот покрытие, оно находится вот энергосберегающе вот на этом внутреннем стекле. И там оно должно быть. Ну и все, собственно все. Ну что еще про окна рассказывать, друзья? То есть кто-то там опять же писал, что почему там не рехау, но, друзья, у каждого свой бюджет. Во-первых, бюджет у меня как бы деньги были накоплены уже на окна заранее. И год назад я прикидывал цену, да, то есть мне замерщик приходил, считал, это было на 20 тысяч дешевле, чем это было в конце 20-го года. Сейчас это еще дороже уже стало. И то есть мне эти окна, покупая вот этот профиль, кстати он мне намного дешевле, чем рехау и по качеству то же самое. Мне и так 20 тысяч пришлось докладывать к тому бюджету, который я рассчитывал. То есть понимаете, да, если бы я заказывал рехау, это еще было бы там 10-20 тысяч. Поэтому как бы, ну, профиль хороший, не самый лучший, да, но хороший, вполне себе подойдет. Фурнитура Мако, кто-то спрашивал. Ну и все, больше рассказывать нечего. Вот такие окна. Атли вы видели, про подоконники рассказал. Все, друзья, на первом этаже окна стоят. Ну, само собой, конечно, атмосфера здесь абсолютно поменялась в доме. На первом этаже это уже дом. Это дом. На второй этаж я когда поднимаюсь, там гуляет ветер, там просто улица, ужас. Как бы тут совсем уже совсем другая атмосфера. Ну, еще и перлит в стенах засыпан на первом этаже. Это тоже, конечно, роль большой играет. Все, друзья, подготавливаю сейчас вторую половину дома к настилу гидроизоляции и ЭППС. То есть навожу порядок, пылесосю, или пылесошу, как это правильно сказать, убираю все лишнее. Ну, в следующий раз мы с вами этим займемся. Еще что хотел сказать. Смотрите, в прошлый раз вышло вот такое вот видео, коротопусенькое кто-то написал. Типа, ты что, прикололся? Трехминутное. Ну, смотрите, я сделаю серию видео из старых роликов. Я вот как раз в феврале сидел дома, открыл старые ролики. Ну, я раньше их не открывал, мне что-то как-то тяжело их было смотреть почему-то. Ну, наверное, из-за того, что я видел, сколько там работы еще впереди я сделал. Это ужас. Вот. Но сел, посмотрел. Как бы получается, ну, очень информативные ролики. Ну, как бы длинные, и я там медленно все подробно рассказываю. Я решил, то есть там определенный этап, там несколько роликов. Я решил все это совместить в один небольшой ролик, сделать такой-такой быстрый экшен, да, без объяснений, без ничего. Как бы для той публики, которая не понимает по-русски, и для тех, кто мне пишет, что ты там все размысоливаешь, долго рассказываешь, давай показывай работу. Вот для этой публики, которая любит вот эту быструю-быструю работу, все это. Я тоже такие ролики, тоже люблю, кстати, смотреть. И мне вот этот прошлый ролик тоже очень понравился. Ну, ладно. В общем, смотрите, названия будут на английском. Это вот как раз для аудитории и для вас. Вы видите, выходит короткий ролик, необычный, как у меня там, не 30 минут. Выходит ролик, короткий и название английское. Для вас это вот ориентир. Это значит, это ролик из прошлой сезоны, прошлые видео совмещенные. То есть вы там уже решаете, смотреть, не смотреть. Все. На сегодня все. На неделю вперед плюсовая температура. Так что, я думаю, обязательно скоро на моей самостройке увидимся. Ну, а пока, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok